Какие новые санкции вводятся против России? Куда ведут дороги Татарстана? Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Аделина Абдрахманова. В Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова прошел заключительный этап Всероссийской студенческой универсиады Ломоносов в числе призеров и победителей студента Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета. Страны G7 во второй половине мая рассмотрят возможность введения почти полного запрета экспорта товаров в нашу страну. Сможет ли Россия найти для себя альтернативу ввиду новых рестрикций и как это отразится на экономике? Безусловно, введение нового запрета на экспорт странами G7 станет неприятным событием. Страна до сих пор закупает в странах Запада различную продукцию. И фактически такой запрет будет означать еще более широкомасштабное импортзамещение, поиск новых поставщиков или же организацию производства на территории страны. К сожалению, далеко не все, что мы сейчас покупаем в недружественных странах, может быть легко произведено на территории России или приобретено в других странах, которые не являются по отношению к нам недружественными. Сейчас трудно сказать точно, какие направления пойдут под удар. Список попавших под запрет изделий пока не опубликован. Из стран Большой Семерки Россия получала в основном высокотехнологичную продукцию, которая не производится на отечественном рынке. Потому последствия могут оказаться тяжелыми для страны и способны привести к технологической деградации многих фабрик. С одной стороны, это может негативно повлиять на нашу экономику в виде некоторого застоя рынка и увеличения цен. С другой же, это даст толчок к развитию отечественного производства. Между тем, санкции, проводимые против нашего государства, будут также приводить к конфликтам среди самих санкционных стран. Это потеря экспорта и доходов. Впрочем, для некоторых товаров Запад может сделать исключение. Это поставки лекарств и сельскохозяйственной продукции. Так что, подобный запрет, если он будет введен, это будет существенный удар по российской экономике. Конечно, найти альтернативу можно. В первую очередь, это страны Юго-Восточной Азии, также Китай и Турция. Эти страны могут поставлять нам технику, хотя это тоже потребует определенных усилий в виде переговоров и налаживания связей. Диана Агнест, Универ Ньюс. Новые идеи, свежий взгляд и иной подход. Сегодня региональный кинематограф как никогда стремится обрести независимость и выйти в российский и международный прокат. Однако пока что существует ряд вопросов, которые замедляют этот процесс. Есть ли кино в Татарстане и какое будущее его ждет, разбирался наш корреспондент. Татарский кинематограф – явление, которое раз за разом доказывает, что производство региональных проектов имеет не просто право на жизнь, а право на существование и развитие. На данный момент значительный его пласт составляет экранизация татарских классиков. Однако киноделы стремятся освоить новые вершины и берутся за самые разные темы и жанры. К сожалению, некоторые трудности мешают полноценному развитию индустрии в регионах. Одна из них – выход в прокат. Сейчас увидеть татарские картины можно в интернете, на спецпоказах, в селах и деревнях, а также в кинотеатре «Мир», который располагается в столице Татарстана. И этого действительно мало, чтобы привлечь зрителя. В прокат выйти татарскому фильму безумно сложно. Все мои коллеги, я сам, сколько ни мучаемся, чтобы тот фильм появился хотя бы в одной сети, «Киномакс», не знаю, там «Каро», это надо очень сильно постараться. Сильно давлели раньше голливудские студии, сейчас их, как говорится, уже нет крупных в России, мы не сможем смотреть там «Дисней» и так далее. Но, тем не менее, московские компании все по себе поджали. Северная сетка вещания и сетка проката забита полностью московскими проектами. Буряты пытаются, башкиры, татары, вот как раз-таки с региональным кино, немного дагестанцы даже. Пока что кино все максимально московское, любопитерское. Другая не менее важная проблема на пути к стремительному развитию татарского кинематографа – маленький бюджет. Конечно, многие скажут, что главное в фильме идея и грамотное исполнение. Однако, будем честны, в нынешних реалиях важно качество картинки и хороший постпродакшн. Сейчас татарский кинематограф существует в основном за счет государственной поддержки. В среднем на одну полнометражную картину выделяется около 4 миллионов рублей. Для сравнения, бюджет одного эпизода сериала на телеканале ТНТ в 2-3 раза больше. И здесь мы попадаем в замкнутый круг. Чтобы повысить качество фильма, необходимо увеличить бюджет. Чтобы его окупить, необходим выход в прокат. Но в прокат, ввиду отсутствия качественного с технической точки зрения продукта, выйти не получается. Почему? Да потому что такому фильму, увы, сложно конкурировать с проектами, у которых бюджет гораздо выше. Есть и другая проблема. Некоторые региональные проекты слишком локальные для широкой публики. 90% случаев, когда говорят, вот как жаль, что у нас татарское кино, почему оно не идет в федеральном прокате, почему оно не, так сказать, не собирает кассу в России. Да потому что мы не видим, что там интересно. Фильм, который нам кажется очень интересным, совершенно непонятен, например, зрителю из Нижнего Новгорода. Ну, как, в смысле, он понятен, но они говорят, ну, зачем? Нас это не волнует. Это не то, что у нас вот в душе болит. Вот. То есть, а говорить о том, что ну, это универсальная тема, допустим, это про любовь, это про дружбу. Ну, знаете, вот таких универсальных тем не бывает. Надо как-то уметь их найти. Однако нельзя не отметить тот факт, что люди все же хотят видеть татарское кино. Киноделы отмечают, что особый интерес оно вызывает у жителей малых городов, сел и деревень. Одна из главных особенностей республиканских проектов состоит в том, что герои, как правило, говорят на татарском языке. Эксперты считают, что поднять региональный кинематограф на существенно новый уровень может частное финансирование и поиск новых тем и жанров, которые будут интересны не только в Татарстане. Сегодня республиканское кино находится на таком этапе зарождения. Сталкивается с трудностями роста, и само республиканское кино ждет своего зрителя. Оно находится в поиске зрителя, а зрители ждут прорывных картин на киноэкранах. Когда татарские киноделы смогут стабильно поставлять свои картины российским прокатчикам, сказать сложно. Утверждать можно лишь одно. Сейчас татарский кинематограф опирается на их энтузиазм. Кино в Татарстане есть. Была бы возможность помочь ему развиваться быстрее. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Фарид Захитаглы. Универньюз. Мост через Каму на трассе М7 «Волга» планируют сдать в конце 2024 года. О реализации такого масштабного проекта и его особенностях расскажет наш корреспондент Карина Саяхова. Накануне стало известно об изменении сроков сдачи нашумевшего моста через Каму. На деловом понедельнике глава Нижнекамского района Рамиль Мулин сообщил, что работа будет выстраиваться таким образом, чтобы к моменту сдачи дороги в 2024 году он уже заработал. Ранее речь шла о 2025 годе. Для того, чтобы углубиться в сам проект, необходимо вспомнить историю вопроса. Впервые о строительстве трассы в обход Нижнекамской набережных Челнов начали говорить еще в далеком 2014 году. С того времени обсуждения перешли в разряд активных действий. Строительство моста разделено на три этапа, причем самый длинный маршрут приходится именно на третий этап и составляет 34 километра. Он начинается на пересечении с региональной дорогой набережной Челны Альмитис в Кузаинском районе и заканчивается возле поселка Сосновый Бор в Тукаевском районе. На сегодняшний день М7 заходит непосредственно в набережные Челны, через ГЭС, если я не ошибаюсь, над Волгой проходит. И, собственно, в Челнах уже на объездной дороге очень часто бывают пробки. И власти хотят улучшить положение с точки зрения пропускной способности, чтобы она стала более транзитной, чтобы большегрузы не заезжали в крупные города. То есть, ну, над Казани, да, например, есть объездная М7. То есть, все не заезжают непосредственно в город, не создают пробки, не улучшают экологию в городе. Следовательно, это строится отдельный мост, который будет таким по большей степени транзитным для больших грузов, которые будут везти грузы не только в Татарстан, но и по всей, из всех регионах России, где Татарстан является транзитной территорией. По словам начальника Волга, Вятск, Курправдора и Илдара Менгазова, изначально мостовой переход должен был быть у села Соколка. Однако, этот вариант оказался сложным в реализации и дорогостоящим. Окончательное решение властей – комплекс инженерных сооружений в районе Котловки, рядом с Нижнекамском. Мост длиной 1,3 км возведут на участке трассы М7. Длина русловой части моста 792 метра. Высота русловых опор – 50 метров. Пролетное строение левобережной эстакады, длина которой 510 метров, будут выполнены из сборных железобетонных балок, русловой части – из металла. Предусмотрено освещение и навигационная судоходная сигнализация. Под эстакадой на правом берегу реки будет спланирован и укреплен оползневой склон. Уникальность, я думаю, в том, что через Волгу в территории Татарстана, по крайней мере, нет подобного рода мостов, с вантовыми конструкциями, с большими мачтами. Это, конечно, станет таким украшением и реки Волга, и, собственно, Татарстана. Главная особенность подобного рода мостов, что уменьшается количество опор, которые будут устанавливаться на, собственно, плоскости, на дно реки. Помимо общих вопросов, сомнений и возражений, обыватели волнуют страдающая природа. По словам экспертов, в Нижнекамске с экологией и так проблема, а тут еще рядом с городом пройдет скоростная транзитная автострада, которая должна стать частью трансконтинентального транспортного коридора Европа-Западной Китая. Корабельная роща рядом с селом Нижняя Афанасово, через которую пройдет трасса, это единственный крупный лесной массив рядом с нефтехимической столицей Татарстана. Жители Нижнекамского района требуют отказаться от прокладки трассы близ котловки в пользу села Соколка. Там, где эта трасса проходит рядом с населенными пунктами, конечно, эти жители будут недовольны. Но при этом, конечно, государство должно нести ряд компенсирующих мероприятий, предоставить лучшую территорию, озеленить территорию, создать различные шумовые барьеры от этой трассы. Крупный массив, где своя устойчивая экосистема, где, наверное, обитают лесные жители. В этом плане в Татарстане, насколько я знаю, нет еще подобных вариантов, где были построены баякодуки, через которые могли бы животные спокойно, через зеленые коридоры, либо подземные, либо надземные, спокойно перемещаться, чтобы не нарушать хотя бы в этом плане экосистему. На сегодняшний день, несмотря на довольно большое количество споров, ясным остается то, что мост через Каму это уникальное для республики Татарстан сооружение, ведь подобного еще не строили. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюс. В главном здании Казанского федерального университета стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры студенческого совета юридического факультета организовали пункты выдачи главного символа победы. В этот раз волонтеры планируют раздать более 5000 ленточек. Акция продлится до 2 мая. За это время обладателями главного символа победы смогут стать сотрудники и студенты университета. В этом студенческому совету помогает каждый год департамент по молодежной политике Казанского федерального университета. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Акция Д'Агорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...